возвращаемся на текунчик пердунчик и надо надо подумать во первых я не буду сносить мусороперерабатывающий завод и наверно даже я зря шлюз для вкд перенес сюда потому что надо было ну короче вот тебе советики люблю советики просто обожаю их да по еде у нас все плохо потому что 250 бездарных уродцев которые еще не умеют прибыли к нам вопрос че с ними теперь делать с этими уродцами колонизировать их никуда не отправишь слить их не получится их надо надо кормить этих мудил надо кормить для этого мне придется увеличить количество этих самых ферм на две штуки они то и такие еще длинные капец вообще и у меня не останется места куда зонды пихать черт смотрите ну что за ферма но она просто огромная давайте пойдем изучать зерновую ферм очку я не успею выйти в ледоплавильные сооружения наверное а можно чего-нибудь здесь изучить нет все я уже все изучила в столовой больше граждан за один прием можно будет кормить я просто думаю как им еды накидать вот то видите а именно кидали балласта теперь я не знаю что с ним делать нахер я его привез вообще сюда о знать бы что они все не работающие я бы сюда не вне заки ковришки не привез бы там 112 здесь 150 да это это конечно грустно надо подумать надо подумать куда их выкинуть этих уродцев и мне нужен шлюз для зондов и потому что железо хоть сейчас его дофига 300 да но его скоро будет меньше она кончится поэтому зонды пихаем которые я не достроил и думаем чё делать с едой чё делать с едой мы думаем я никим образом здесь не впихну я парк еще мешает этот долбаный да вот попробую это все умести если эту сдвинуть до это надо все перестраивать даже вот на один блок чтобы сдвинуть тут нет такой механики передвинуть здание надо его снести сначала а потом уже а потом уже так сейчас подождите надо надо прикинуть прикинуть надо что-нибудь я могу я не могу куда бы его запиндюрить уайлдкет спасибо за эликсир да это без разницы воду пашни без разницы что раньше все равно они оба связаны и то и другое можно и ледоплавильню запустить пока исследуется это без разницы вообще пофигу вопрос в том куда мне поставить две фермы мне нужно именно две фермы чтобы обеспечить этих уродов жратвой либо воткнуть им а у меня еще доверие падает кстати да а доверие падает вот здесь потому что у нас тут 250 150 по моему да здесь до 150 неработающих дармоедов они немножко расстраиваются черт подери можно их в открытый космос переселить пожалуйста почему не дали такую механику некуда ставить понимаете надо что-то важное сносить можно снести учебный центр колонии кстати давайте его разберем я пока явно не ничего колонизировать ближайшее время не буду мы поставим здесь две фермы кстати вот наверное я нашел выход из ситуации сложившейся когда вообще насрать да нормально все починим а так у нас там кораблик куда-то доехал к протагорчику да мы сохраним копию ассистента протагора и больше никогда не будем возить ублюдков они неэффективны они противные да ладно короче вот эту штуку сносим эта штука у нас почти достроилась сейчас мы не железо тут начнем ковырять опять потому что она кончается и ни в коем случае не открываем третий сектор это смерть это смерть можно ли дыши как поплавить да можно а чё их не можно плавать плавить тем более нас тут указ это самое расплавливать помидорки вот эти вот только рабочих до сектор 24 а вы снесете нет по стабильность больше чем пропаганда плюс 23 больше чем полиция плюс 23 больше чем корпус плюс 1 больше чем дома плюс 1 3 . потом хуже будет сильно плюс сильно больше людей до 5к на 3 локи жилье 112 чел в авто жк 6 х 3 162 чел в суд жк 2 на 8 фут про ка-ка-как ужас что что-то написал там я не понимаю порции 23 да понятно что хуже будет я потом посмотрю твою табличку да но у нас тут уже пропаганда стоит из и в этом секторе и в этом секторе насколько я помню я пропаганда здесь тоже массивная стоит пропаганда больше ничем им стабильность не поднять ну разве что можно уничтожение отходов сделать но мы тогда я не перестанем их возить сюда в мусор перерабатывалку жопа полная какая-то прям не буду ничего обещать аварии так аварии фигали мне потому что чем бы мне им тут стабильность то поднять это плюс 1 дает поставить что ли сюда вот эту фигню она и меньше места жрет да давайте вот это вот разберем поставим сюда вот эту штуку надо в стабильность выйти это как-то не некрасиво получается это некрасиво малый склад всех 3 1 больше не работает опять там у них инцидент здесь вроде нормальные оптимальные условия а ну тут у нас сверхурочные да сейчас перекидем тогда сколько у меня тут лишних то 273 рабочих жалко тут не пишет сколько надо лан двадцатку второй сектор давай а подожди стой никаких любых граждан только рабочие вот все нормально теперь не надо мне ваших этих сверхурочных знаю чем это кончается да не говори как скипидар говно как это получается и железа они отсюда не выковыривают это конечно это конечно очень грустно так ну и когда ты мне скажешь что рабочие здесь все еще сверхурочные не понял цикл надо чтоб закончился да серьезно здесь еще двадцатка нужно оу но у меня есть еще рабочие не проблема вообще я сейчас еще переведу ну блин здесь уже 400 человек мы скоро будем есть он мы уже плохо едим но у нас уже 106 нормально хоть какой-то плюсик да так давайте-ка тормознем пока заводы вот этим нас железом проблем пока нет вот пойдем исследовать зондиком вот здесь куча железа была вот так там пускай сразу следующий зонд строится забираем отсюда все что можно исследовать сейчас мы исследуем получается половине вот эти вот я и могу выкинуть их за борт ребята я не могу это очень бесит страшная ситуация так а сколько у нас во втором секторе жилых помещений вместимость корпусов 410 население 420 вот дерьмо 10 бездомных засранцев у меня тут появилось черт вот сюда кстати влезла бы еще одна вот это вот настенная история вот сюда да с новым годом говорит если я перенесу склад и медблок то мы запихнем туда ли еще людей наверное так вот медблок опять никуда ставить то почему они все по три клетки почему нельзя сделать здание в две клетки а ну ладно я пока тебя сюда запихну сейчас они его достроят потом мы снесем вот эту историю и передвинем склад передвигать здание в этой игре категорически неудобно я вам должен сказать очень неудобно о эту штуку наконец-то сносит замечательно давай сюда вот эту поставим а этот у нас про запас ведь стоял да да он про запас был ну ладно все до свидания и это тоже до свидания ой не туда вот сюда эту штуку ставим и радуемся жизни 200 уже осталось железа вы посмотрите как она быстро она просто на глазах тает и мне нужен второй зонт я где-то тут еще находил железо в таком нормальном количестве я просто вот надо еще тут ппп шурухать может что есть нету ни хрена ребята нету ни хрена хотелось бы чтобы разрабы добавили механику перетаскивание здания это было бы очень классно так чё у нас тут получается у них в ноль а у этих минус 2 но сейчас у них будет ноль и доверие в принципе стабилизируется но ноль это не плюс надо что был плюс конечно в идеале то давайте мы поставим сюда еще одну башню потратим на неё херову гору железо ночью делать придется страдать железо маловато конечно ну вот тут у нас что то есть так надо этому господину сказать что он больше льдом не занимается вообще он занимается только вот этим и и вот этим 300 железо открыли немного конечно немного понимаю табличка для байтеров при фулл прокачки автоматический жилой корпус вмещает 112 человек а сотовый 162 человека люблю тебя римка земляку не жалко пс в первой локе надо было дольше сидеть да блин слушай дольше уже не получалось я бы тогда не смог нормально железо перерабатывать один завод у меня вообще не справляются как ты живешь с одним я посмотрел на твой скрин у тебя там один завод по производству железо как он у тебя умудряется все это дело кормить я не понимаю вот я вообще выше моих сил так что да сколько ты начинал еще заново мне интересно я походу третий раз все таки буду пробовать это дерьмо не отпускает но пока вроде ничего сейчас еще не так сильно все плохо но надо подумать над расположением зданий более как-то вот экономично что ли у меня дырки вот эти они меня страшно бесят вот эти вот дырки вот вот тут у меня мертвая зона если все сдвинуть мне кажется можно что-нибудь куда-нибудь запихать вот сюда разве что что-то одно влезает сюда можно было бы передвинуть вот эту историю не знаю аккумулятор перед ну короче надо что-то как-то вот оптимизировать здесь хорошечно да без оптимизации пространства с другой стороны разработчики вынуждают создавать какие-то соты никакого тебе красивого строительства вот страдай говорят они все теперь здесь 756 65 человек могут сидеть наша исследовательская история завершилась успешно теперь мы можем плавить лед и значит следующее что мы хотим это зерновые фермы вот поэтому начинаем их исследовать незамедлительно и мне интересно какого он размера ха-ха-ха-ха сука ты глянь а какая здоровая херня ты посмотри на нее а интересно кстати если стабильность а только одну можно ставить ясно ну вот видите доверие сразу в плюс пошло мы построили им вот эту фиговинку если я снесу здесь госпиталь короче если держать их в оптимальных условиях они вроде там не страдают сильно там в госпитале какое-то количество появляется но такого вот прям перегруза нету прям вот нету перегруза и вроде они даже не бесятся что у них дома говно может быть мне здесь построить все таки вернуть соты в первом секторе и тогда это освободит мне к минимуму вот эти три дома можно будет снести и вот этот завод он просто огромный мать его она просто я не знаю я просто думаю про то как мне лед-то плавить вот куда мне поставить лед плавить никуда ж не могу влезть тут вообще никуда тут либо полимеры либо еще что-нибудь вот ферма отвалилась хотя вроде тут оптимальная нейтральная не знаю что они бесятся но они бесятся да они бесятся так он идет ковырять железо при том что железо есть еще и а где железо подождите извините они уже вывезли все да вот черт вот жопы какие быстрые где еще у вас тут железо есть ой ой гляньте качо нашел высокое железо лети туда незамедлительно сноси фермы ну ну вот смотри предположим я снесу вот эти три фермы да мы сюда все равно не запихнем это дерьмо оно не влезает одного блока не хватит он упрется хотя вот даже вот так вот влезет если фермы снести ну и смотри у нас будет минус три фермы я сейчас то в минусе по моему 106.1 процентов что то по моему я ни хера не в плюсе вот этот совет смотреть на производство обеспечивает среди 160 это что то в раке по моему в раке с раке нет я по моему должен еще одну ферму строить срочно она сюда влезет до свидания госпиталь включаем этот вот же ж твою мать ну разберите его уже давайте мне надо место свободное спасибо охренеть мы все еще в минусе граждане понимаете и если я снесу три фермы я не успею просто построить потому что я еще даже не понимаю насколько большая вот эта вот пшеничная история зерновая ферма если она такого же размера то окай но она скорее все больше мне не успеть перестроиться так ну вот теперь у нас ээээ 113 процентов плюс одна ферма вот это уже нормально такое число мне уже нравится да это балансирование на пипирке уже подбешивать начинает А они еще хотят, чтобы я следующий этот прыгнул Психи сраные, просто психи Поля много занимают О, какое удивление Ну вот я так и знал Да-да Тогда получается без третьего сектора вообще никуда Ну я просто думаю, что туда первым делом впердохивать В этот самый третий сектор Вот у меня, погляньте Мы сколько сейчас играем? Минут 20, да? Вот, за 20 минут просто минус 200 стали При том, что я из нового построил там 3 фермы А, ну вообще-то я еще построил Центр законодательного закрепления Очень классное, стильное здание, кстати Особенно мне нравится, как они дверь сделали Местная полиция такая, типа Надо строить здания самые маленькие, короче Вот, чтобы все это оптимизировать до усрачки Надо, чтобы были самые маленькие домики Короче, кошмар Кошмар, полный кошмар Кстати, тебя надо включать, дружище Давай-ка поработай И там у нас накопилось Накопились драгоценные ресурсы Которые дадут нам драгоценные процессоры Апельсин, я думал об этом тоже Можно сделать второй сектор тупо производства В таком случае мы вот этот завод И вот что-то тут еще у меня производили Ну вот этот завод единственный походу достался Мы его сюда перенесем, например, вот сюда вот Здесь у нас останется вот эта история Если все фермы отсюда будут удалены и переброшены в третий сектор Вместе с полями То, в принципе, можно попробовать усидеть на двух стульях Но проблема в том Что у меня нет энергии А, и они сверху ручку, да, сразу вкорячили? Сейчас, сколько у меня тут людей? Можно двадцаточку еще отправить Двадцаточку рабочих во второй сектор, пожалуйста Некому работать Давайте построим еще одну солнечную панель Пролет даже не думай, не потянешь Убери один ВКД Корпус в норм будет Начинал один раз Сначала ТК-перфекционист Строй меньше дорог Завод производит 15 Одна ВКД потребляет 4 Плюс 11 за цикл вполне хватает Погоди То есть ты хочешь сказать, что один шлюз для ВКД справится с прочностью минус 56? Ну, смотри, я вырублю его Давай, просто давай проведем эксперимент Справится он, сука, один или не справится? Сейчас у нас минус 25 прочности Плюс 31 от ремонта Его эффективность 51% Получается, когда корпус Обвалится До кого-то такого Ну, давай, врубай его нахер Давайте проведем эксперимент Я сейчас сохранюсь Потому что этот эксперимент может нас убить Ха-ха-ха Да Ну, давай, это будет новое сохранение ВКД Вот Здесь только надо экспериментировать Чтобы найти этот гребаный алгоритм правильной игры Что капец вообще Сейчас у нас прочность идет в задницу Это нормально У него эффективность 59% А может его не включать, пока у него эффективность 60% не будет? Вернее, стани не достигнет Тоже как вариант, да? Это будет увлекательно Сейчас у него эффективность уже 66% То есть чем меньше прочность корпуса Тем больше его эффективность Может быть тогда О, подождите А кажется, наконец-то до меня дошло Вот это до меня сейчас доперло Из-за того, что они у меня постоянно работали Они неэффективно расходовали металл Смотрите У него сейчас не увеличивается количество потребляемого стали, да? А, увеличивается 2,9 Уже хочет есть 3 Хочет есть на 43 единицы корпуса 75% Ну, то есть, да У него потребление стали увеличивается Но, видимо, оно увеличивается непропорционально Сейчас 3,1 Стали на 45 единиц 78% Ладно, давай с тебя снесем, дружище Наверное, ты все-таки действительно не нужен Все, давай, по кусечке Так, ну окей Вот я снес его И что у меня есть из свободного места теперь? Нихрена у меня Особо лучше-то не стало Да? 86% эффективность Можно дальше угандошивать в корпус, в принципе, пока Я так и не понял, от чего эффективность в АКТ зависит Да все легко, вермишель, ты что, глянь Чем меньше прочность корпуса, тем эффективнее работает шлюз Видишь? А вон, там даже написано, кстати, для дебилов вроде меня Которые не любят читать тексты Вот Вот, сейчас 50% эффективность Целостность И он уже 90% вырабатывает При этом потребляет 3,6 на 52 единицы Угу Я сейчас его до сотки хочу довести Мне интересно Сотка это когда? Это когда у тебя останется 25% прочности? Но зато смотрите, какая экономия железа сразу, да? Обосраться можно Вот если я его сейчас врублю, он ведь будет в плюс выходить А, он сейчас солнечную панель строит А извините, пускай строит Ха-ха Да Тогда получается действительно с одним заводом можно прожить Твою мать, мне надо заново начинать Ну что за херня Ха-ха-ха Ой, говно Ой, говно Вот надо было знать заранее такие вещи Но этих все равно надо 2, вот этих парня Прям 100% Че, надо выходить во второй А интересно, один вообще справится с третьим сектором? Блин, вот дерьмо О, шеф, ты немножко опоздал Уже как 2 года назад Прокачай лабу, и она будет давать 3 науки за 5 циклов Глянь туда Видишь? Все есть Спасибо, шеф Я уже, да, я уже в курсе Мне уже подсказали Давайте врубать второй Я, правда, не знаю, зачем мне столько железа Ну, дострой уже Господи боже Телится, как я не знаю Теленочек Ну вот Пообещать взять корпус Нет Не обещаю Сейчас у него 100% эффективность Как только он достроит, так говно Он начнет вкидывать в ремонт Если мы не сдохнем Потому что Че-то Че-то плохо все, по-моему, нет? Сейчас, подождите Мы должны успеть Ну же, давай, скорее, строй Заткнись, все будет нормально Не каркай под руку О-о-о Давай достраивай Гребаную панель свою Вот, видите, да? Видите, да? Все, пошел в плюс Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха О-о-о Неплохо Нормально Один шлюз держит И жрет По 4 штучки Ну, вот, видите Мы Поднимаем Нашу целостность корпуса Нормально Правда, получается Что он хавает В 4 железа В цикл А то много Но один не выдержит Третий сектор Все-таки Тут куда, как ни крути Давайте посмотрим Что там есть за исследование У него А, тут еще не все, да? О-о-о Да, эти эксперименты Ну, как ни о чем Оно, главное, что в плюсе Но в любом случае Надо будет еще один шлюз Да, чтобы держать Отменить уничтожение Чтобы держать, короче Третий корпус Надо будет Третий сектор, вернее Надо будет все-таки Два шлюза ВКД Тут прям вообще Никуда не деться Это прямо 100% Так, что у нас по еде-то? 113 А что-то она не копится Я смотрю, нихрена Вроде 100 13 А вроде и не копится Плюс два Да Это проблема О, мне реально хочется Заново начать Вот что за говно Да, все Мы уже сюда летали Если бы я начал заново То я бы 100% Эти 250 тел Ко мне не привез И это значит Что мы бы сэкономили Кучу еды И не надо было бы Достраивать сейчас Как истерички Ферму по разведению Насекомых То есть у нас было бы Как минимум 250 лишних слотов Для рабочих Понимаете? Насколько Мне поднасрал Протагор Я вот Конечно Очень рад А все потому Что у меня вот здесь В фильтрах стояла Вывоз людей Если бы не стояла То и не привезли бы Ну Мусора Больше сгенерить Я не могу К сожалению У меня вот эти заводы Неплохо генерируют Мусор Вот Да и все В общем-то Все остальное Мусор не производит Ну Плюс два Нормально Если включить этот У него Какая там Какая там Эффективность Да Ё-моё Ты работаешь Вообще Нет? 90 из 90 А вот Все работает У него Эффективность 100% Сейчас шлюзы На 100% Хера Плюс 60 Слушайте А два справятся Да Два справятся Вообще без проблем Прям Стопудово Ну Они сейчас 8 жрут Прикиньте В цикл 8 в цикл Охренеть Блин Какая жопа Полная Ладно Давайте Открывать Получается Да не копится Так как Мусора мало Для производства Грибов У тебя В одном секторе Металл из мусора И доделается Извели начинать Сразу открывай Правила Разморозки Умников Ну Смотри У меня Во-первых Настроено же Как У меня Все настроено Все отходы Видишь Здесь 15 Здесь 50 У меня все отходы Должны ехать Из второго сектора Лишнее В первый То есть она должна Накидать сюда В завод Какое-то количество Грибов И все остальное Уедет на Мусороперерабатывающий Который железо делает Вот А политика уже выбрана Просто надо тут еще В оптимизации Упарваться Чтобы у тебя была Там условно Одна-две дороги Прямо И здания Напиханы Прямо по клеточкам Чтобы не было Пустых мест Вообще Это было бы Гораздо Эффективнее Они уже Они все еще по 100 Да Черт Это интересно Ладно Мы что должны Здесь что-то Недоброжелатели А что случилось Все нормально Все нормально Было Алло Из-за того Что узнали Судьбу Протагора Они бесятся Политика Пропаганда Центр Законодательства А Вот им надо Чтобы прочность Была выше 25% Тогда они будут Они еще Сука За корпус Переживают Поняли Да Прикол Да Все Пошел Плюс 1 Видите Корпус Вылетел В 25 И у нас Упало Сейчас Нет Не упало Все еще 100% Узюка О Черт Я чувствую себя Каким-то математиком Сраным С этой игрой Это какой-то Кошмар Вообще Ну нам надо Второй Третий сектор В смысле Открывать Давайте Открываем Третий сектор Сохраняемся Конечно же Наверное Ну не знаю Давайте новое Все-таки Тут уже Небольшое Ответвление Это уже Будущее Но другое Временное Вот это Вот все Да Короче Я хочу Сделать Следующее Мы отсюда Сейчас возьмем Людей Сколько у меня Здесь свободных В общем-то Их нормально Сейчас немножко Подделаем А там Еды сделаем Побольше И мы С первого сектора 40 человек Переезжает Во второй сектор Которые Собственно Оттуда Сейчас будут Потрачены На эту стену Чтобы открыть Третий сектор Потому что У нас конечно Сейчас будет Здесь сверху Урочечка И нам надо Накопить Ну там Тоже Вообще 30 человек О черт Даже больше Все переехали Здесь оптималочка Ждем ресурсики Это еще Видите Склады С этими Зябликами Сраными Но Ладно Зяблики Сейчас нужны Учитывая Что я научился Размораживать Правильных Зябликов Они классные Пельмешки Дают Свои плоды Ну сюда Надо сейчас Наверное Еду переносить В третий сектор Мне кажется Вместе С Ледиком С Ледиком Вместе 88% Исследования Там Там У Протогора Нету Ничего Интересного Ни хрена У него Там Нету Везде Лед Льда Тут Тьма Мы Сейчас Выковыриваем Всякие Вкусные Вкусности Железо Уже Все Выковырили Блин Надо Посмотреть Может Еще Что Я найду Опа Опа Сюда Еще Немного Железа Было Найдено Да Дорога Нужна Точно Точно Сорян Забыл Второй Раз Уже Я просто Смотрю Люди Набрались Типа Ну Значит Люди Дошли Доберутся И ресурсы А нет Нет Надо Дорогу Обязательно Прокладывать Как Ваша Активность Товарищи Активность 89% Вырубаем Нахер Блин А если я их Сейчас вырублю Они же Получаются Я могу Проспать Момент Когда А нет Когда она скажет Меньше 50% Я их включу Во Такой план Да Нормально Я придумал Четко Вообще Четко Классно Офигенно Так Здравствуй Третий Сектор Сейчас я подумаю Как Как Более Менее Оптимизировать Эти Самые Как они Называются Склады Которые У нас Тут Будут Что-то Я там Какое-то Говно Навратил С дорогой Говно С дорогой Я навратил Блин Вот жалко Нельзя Сразу Все Собрать И Все И Чтобы У тебя Не было С этим Проблем Никаких Приходится Вот этой Херотой Заниматься Вечно Я конечно Понимаю Что это Прикольно Что тут Рейсики Халявные Имеются Но Все Это Время Жрет Прям Нормально Так Все Обвязал Или нет Вот еще Тут Остался И Вот тут Еще Два Да Вот Теперь Вроде Бы Все Ну И Давайте Типа Да Подожди Давайте Сделаем Первым Делом Здесь Склады Ну После Цеха Конечно Да Здравствуй Цех Здесь Будет Железо И Ждем Давай Вот Мы Освободили Давай Еще Еда Это Освобождаем Сейчас Будем Постепенно Продвигаться Блин Робот Уехал Прямо Козел Ладно Давай Отсюда Высасывай Нам Нам Нужны Кухонька Вот Так Ее Поставим Значит Дорога Нужна Будет На Блок Блин А сейчас Сдохнуть Начнут Пока Он Там Строит Да Нахер Мне Это Пища Дай Мне Еще Склад Построить Боже Мой Сколько Она Длиной Вот До Сюда Да Значит Я Поставлю Ее Здесь Или Можно Тут Поставить Я Пытаюсь Что-то Сделать Правильно Что у нас Тут Будет Пища Да Еда Вот Я Не могу Проверить Другие Здания Ну Что Ты Могу Проверить Не Могу Проверить Ох Со Своими Запретами Как Вы Задолбали Я Математик И Программист Так Что Все Просчитал Изучив Жилом Комплекс Чтобы Люди Генерили Мусор Лишнего КД Места Занимаете Используя Третий Сектор Чтобы Перестроить Один И Два И Тогда Затащишь Но Надо Думать Вот Я Об Этому Подумал Что Если Юзать Третий Как Буферную Зону Для Оптимизации Работы Первых Двух То Можно Ну Теперь Понятно Почему У тебя Все Хорошо Но Это Жопа Какая Слушай Это Не Играет Уже Это Какой-то Учебник Симулятор Симулятор Правильного Расположения Здания Иначе Ты Проиграешь Да Они Начинают Беситься Потому Что У них Нет О Ё А Она Не Сказала Мне Что Меньше Пятидеся Или Я Не Услышал Вот Я Об Этому Говорил Я Это Переживал Прям Да Все Нормально Сейчас Все Будет Без Паники Что У нас По доверию В секторах Здесь Минус Один Тут Минус Один А почему Тут Ноль А почему Вот здесь Минус Один Политика Отходы Гибель Земли А Вот Потому Что Выше 25% Надо Вот Откуда Минус Один Все Я Понял А Здесь У нас Негде Спать Экипажу Но Это Все По Нулям Ну Вот Плюс Один Будет Сейчас Еще И Здесь Так Что Нормально Мы Выйдем В Плюс Да Я знаю Что Моя Да Я знаю Не Орите Я знаю Все Пошло В плюс Доверие Вот Это Давайте Разбираем Это Тоже Разбираем Это Тоже Надо Убирать Вот Эти Можешь Доделать Твою Мать Ты Где О Спасибо Ты Такой Добрый Вот Это Давайте Выковыривать Теремагу Сюда Нормально Пищу Буду Разместить Если Удалю Здесь Дорогу Поставлю Пищу Поставлю Здесь Дорогу Вот Теперь У них Есть Пища Надо Сделать Домики 90 Да Давай Сделаем Это А Да Сейчас Вывезут Вывезут До свидания Ну это Нет Крюс Я думаю Что Наоборот Не Прокачивание В Афроспанке Больше Логики Понимаешь Твои действия Там Влекут Последствия А здесь Ты иногда Тупо Не власти Над Последствиями Да Господи Боже Сейчас Секунду Обожаю Когда Мне Звонят Берешь Трубку А там Говорят Абонент Временно Недоступен Ну Как Хочешь Так И Понимай Что Это Значит Непонятно Вообще Так Давайте Вот это Тоже Вывозить Сектор 2 Сектор Сектор 1 У нас Тут Поломалось А что Где 15 Из 15 Ты глянь Ты глянь Какое Говно Так Пища 110 Просто Нормально Пища Пока Вывозит Пока Пища Вывозит И у нас Сектор Здравоохранения Отсутствует Ну подождите Сейчас Мы Мы до этого Просто еще Не дошли Вот Она Как раз По такому же Принципу Расстояние Жрет Как и Пища Поэтому Она будет Жить Здесь Вот так Вот Стройте Товарищи Стройте Так Забыл Дорогу Соединить Сорян Здесь Здесь же Надо Тоже Вот это Все Вывозить Хорошо Что здесь Ресурсы Есть Которые Можно Выковырить Это Очень Помогает В строительстве Наших Объектов И Мне 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 А Мне Это Все Зачем Мне Дали Понимаешь В чем Фишка На протагоре Помимо этих 200 тел Есть еще Тысяча Замороженных Пельменей Которые Можно сделать Колонистами Что это Микроферма Потому что у меня есть лед Его там везде полно В этой гребанной системе Кстати о системе Давайте посмотрим, что тут у нас Каждый склад дает плюс 5 машинок По перевозке их ресурсов Больше складов на сплавы для быстрой стройки Перестраивай с 0.1 и 2 Фростпанк тоже пятнашки Просто там есть легкая сложность На харде так же А, Фростпанк Че, где? Нет, нет, я не про это Я имею ввиду, что там даже вот Людские ресурсы Я вчера его трогал Там люди логичнее себя ведут Намного, чем здесь Здесь они какие-то ублюдки, я не знаю Здесь это экипаж Завета Чужой Завет, смотрели? Вот это экипаж Чужого Завета у меня здесь Чтобы вам понятнее было Кто здесь с нами Играет, скажем так, летает И все остальное делает Вот это вот из Завета, чуваки, да Сейчас сюда Здесь пополнят немножечко Че-то у меня кончилось Сталь Придется высасывать Из общей системы Так, тут оптималочка Оптималочка сверхурочная Ребята, генерите больше зябликов Я не пойму А они, походу, во второй сектор Мне псуют, да? Только рабочие А, подожди У нас Да, блин, они же должны Перебрасывать были Вот суки Сейчас, секунду Десять А, да Мой косяк Я все время забываю их включать Все Теперь будут делать А здесь что хранится? А что, склад В смысле, не привязали? О, черт Одной клеточки не хватило Чтобы забрать отсюда Замечательные ресурсы Так, привет, пашня В смысле, фирма И вот у нас пашни есть Да, какого они размера? Четыре на четыре Ага, и они должны быть Вплотную прилегать К этой херовине Одна пашня Сколько ты делаешь еды? Где посмотреть-то? Во Каждая пашня преобразует Полторы единицы воды В одну и две единицы Каждый цикл Пища Урожай автоматически Собирается раз в десять циклов Так, это что получается? Если девять пашин По одной и две Еды Что-то как-то Девяносто еды В десять циклов, что ли, так? Ну, короче, сотка Условно говоря В десять циклов Ну, я не знаю Я даже не знаю Она воду-то нормально жрет Полторы единицы воды В цикл, да? Каждый цикл, да? Я что-то Как-то скептически настроен К этому Сооружению-то В общем-то даже Да, у нас эти жуки-мудаки Занимают много места Но они что-то Как-то вроде И неплохо эффективно работают Я даже не знаю, короче Пашня вроде тоже прикольная Я бы потрогал ее Там, так сказать За всякие такие вот Места Так, это можно сносить Шпану тут не мешало В общем, надо думать Надо думать И надо мне первый сектор мой Было вот так же расстраивать Прям вот По клебаным клеточкам Рассчитывать Я не люблю такие игры Правда Вот я вам признаюсь Мне нравится строить Вот, типа Не то чтобы от души А вот так, как хочется Типа хочу здесь дом, да? Вот построил там дом А вот так, что ты обязан Ты обязан каждый квадротик Чтобы у тебя все-таки был полезный Чтобы он там был застроен Иначе тебя ждет крах Жопа И безысходность Что у нас тут по свободным людям? У меня осталось три человека свободных Это отвратительно Потому что я хотел сюда Я хотел сюда построить Что-то интересное Например Ферму по разведению Вот И вот опять Я начинаю вымерять Я могу их сюда Бахать Я могу их Вот сюда Начать бахать Тогда мы теряем Одну клетку Можно вот сюда Их начать делать Например Там две поставим Фермы Значит нам надо сюда 18 человек Перебросить Из первого сектора В первом секторе Уже оптималочка Да? Вот А здесь пять свободных Вот дерьмо Ну ладно Я их переброшу Все равно Сколько там 15 я сказал 18 Значит 20 Вот Только рабочий В сектор 3 Поехали Я думаю Там наковыряют В общем Короче Вот Начинаются Вот эти вот расчеты Я когда они начинаются Нахер Не интересно Вообще становится Мне Если честно Я вам признаюсь У меня такое Только в Старкрафте Когда я высчитывал Когда надо правильно Строить там Те или иные заводы Чтобы максимально Эффективно Тратить ресурсы Но там И там такого нет Там и то большее Строительство Креатива Типа Я буду блокировать Эту рампу Так и так Ну я там условно Выражаюсь Кто знает Старик Тот поймет Видите У них уже Что-то Что-то Они себя плохо Чувствуют Уже Что я могу сделать Для их стабильности Кстати Что у нас Тут самое дешевое Есть Центр прослушивания Кстати Да Надо же сюда Центр прослушивания Ставить Обязательно Ведь Вот И И он у нас Сюда он херово встает Сюда Если я его поставлю То Там будет Лишний опять Квадратика Если я его так поставлю У нас там есть место Под склады Например Если там будет дорога Поэтому его надо ставить Вот так Наверное Вот Ну и здесь понятно Как эта дорога вниз пойдет Здесь можно склады Или дома построить То есть вот Вот смотрите Как четко все Как четко все Видите И все И ты делаешь там дорогу Вот короче Вот так надо играть В эту гребаную игру Странно Что в космосе Вообще могут быть Бездельники Там каждое тело Я о том и говорю Криос С логикой здесь Серьезные проблемы Потому что Мы забрали Не просто Каких-то дебилов Понимаешь Мы забрали Персонал С такой же Наикрутейшей Космической станции Даже круче чем мы И они типа не умеют И просто ты забыл Про инвалидов Которых еще и лечить надо Там места мало Из-за тепла В эксион Водошлак Ее нельзя переносить Из сектора И мусором Дорого ее делать Это Сур Воевал Это закон Жанра Тако Так Инфрост Ты забыл Про инвалидов Которые еще и лечить надо Слушай Там есть По поводу инвалидов Там же есть Ну типа Экспериментальные технологии Попробовал Не получилось До свидания Плюс там их можно протезировать И они начинают работать Понимаешь Ну то есть там Как-то все Получше В этом плане Может быть и здесь Все будет нормально Разрабы уже написали Что у них что-то С людишками Какие-то проблемы Они там нашли И они вроде как Собираются их фиксить Поэтому будем ждать И верить Я надеюсь Что все будет нормально С ней Мне очень нравится На самом деле Я Как сварливая бабка Там что-то говорю Но я просто Наблюдение высказываю Но это же бред Согласись Если ты делаешь Игру про космос Как у тебя может С огромной станции Прилететь Неработающих Мудаков 250 Ладно У тебя там 20 Пусть даже Пострадавших Там инвалидов Окей Допустим Они там пострадали Когда зарубились СООН Ну напиши об этом В истории И все вопросы Сняты будут А вот это Абстрактное Неработающие Это непонятно О чем идет речь Вот Не знаю Короче Ладно Фиг с ним Продолжаем Строить Мой третий сектор Потихонечку И сейчас Там Тут должна Уже быть еда И она уже По идее Должна быть Прямо сейчас Здесь в плюсе Минус Минус 0.4 Все таки Она в минусе Да 122 122 Короче Ну ладно Нормально Ждем Ждем Пока достроится Может мамки В космическом декрете Ты думаешь 250 мамок Так они бы хоть Плодились Мы же уже Второй год живем Они ни разу Никого не родили Кстати Так давайте Им сразу Пропаганду Бахнем Это Это хорошо И даст Бусточку К доверию А у нас уже Смотрите В третьем секторе Минус 0.4 Доверие Потому что у них Вообще никаких Различий Нет пропаганды Их как-то Наверное Должна устроить В этом плане Вот Значит Пища Пища Рим Ты неправильный Сектор открыл Так как Чтобы из первого Суда доставить Нужно два цикла По одному циклу За сектор Они переезжают И ресурсы Также Ты думаешь Надо было слева Открывать Сектор Терриан Ну Да Они довольно быстро Возят Слушай Нормальный сектор Я открыл Что ты докопался Все неправильно Все неправильно Ну покажите как надо Я не знаю Врубайте стрим Я пойду смотреть Буду учиться Мне нравится Все не так Вот не угодишь Твою мать Мне нужно здесь Дорогу Да Тогда мне нужно Вот так делать Если здесь будет дорога А здесь будет допустим Дом там какой-нибудь Условно Или два склада Например Даже два склада Мне больше нравится Чем дом Поэтому я сделаю Вот так Да Вот И мы построим Здесь сразу Два склада О Классно Я под дом Рассчитал Дерьмо Ладно Дом так дом Не рассчитал Видите Один блок Лишний Получился Ну ладно Так Мне надо сюда Еще 18 человек Пригнать О Тут у вас сверхурочные А че Че Плохо идут Разморозки Что ли Вот один человек остался Нормально Все нормально У разрабов проблемы с людишками У меня нервный срыв Из-за этих людишек Удалил игру Играю в Тетрис Вот синоптик Я близок к этому Слушай У меня тоже Но она прикольная Слушай Даже с учетом Того количества бреда Который здесь есть Она клевая Если они все подтянут Объяснят Что за неработающие уродцы Будет вообще идеально Но с собой еще и животных Взял точка Рим Они даже говорить Не умеют Точка тут КСТА Дальше Это будет Если найдешь Центры прослушивания Можно снести После принятия указов Указы сохранятся Ты молодец Что пытаешься О Серьезно Можно сносить их Лайфхак Спасибо Спасибо Буду юзать Не спойлери мне там Про животных Я же Мне же интересно Самому подпотыкаться Да Я Фрост в свое время Мучил Мучил В итоге Прошел его Вообще не на запись Потому что На записи не смотрели Вот эти вот опять Были эксперты Которые там Каждый миллиметр Забастовка В третьем секторе Где А я что-то не А где забастовка Подожди Я не очень понимаю Респект Вот из-за таких эмоций Мне и нравится Смотреть твои стримы Живые эмоции Это круто Спасибо Ты Да Ну а потому что Какого хера Вот тут опять Неэффективно Видите Сука Тут надо каждое здание Рассчитывать Я не знаю Брать тетрадку Да Вот брать Я не знаю А я уверен Что многие так делают Смотри Берем вот так вот И считаем стрелочки А можно как-то Это по-быстрому посчитать Нельзя Ну то есть Некоторые точно так делают Вот эти вот Которые Ты неэффективно Рассходуешь пространство Они берут Какой-нибудь дом И начинают Вот у нас есть дом Там сколько Три на три Да И вот они их строят Вот досюда Короче И считают Сколько они Клеточек По Значит В длину И сколько в глубину Так же считают Потом берут Высчитывают площадь Рисуют на тетрадке Эти хер О господи В жопу Такую игру Извините Я так играть не буду Главное взять тетрадь В клетку А не в линейку Да-да И тогда будет Очень обидно Вот Выписываешь себе Все здания Я какой-то игре Такой херней занимался Ребята Я вам признаюсь Да Я как-то так делал Но я так делать Больше не хочу Вот прям совсем Не хочется мне Так Корпус у нас хорошо Железо есть Я пока тут С третьим корпусом Занимался Совсем забыл Про мою Замечательную Галактику С моими Замечательными Ресурсами Где моя Железо Опа Привет О да Давай-ка Привези мне Это дерьмо А дома Не беру И в тетрадку Записываю Считаю В уме Ну тебе хорошо Оплод Я не могу В уме Считать Такие вещи Не ну площадь Там до десятых Я тебе посчитаю В уме Но Я вообще Мне в 3D проще Знаешь Я все В 3D Сделаю Алгоритм Он мне сам все посчитает Циклы Это прекрасно И массивы Так Пообещать разместить Новый источник пищи В течении 30 циклов Серьезно Сука Несмотря на высокое содержание Белка Пища из досекомых По сей день Объект отвращения И предрассудков Конечно Делают в дискарде игры Уже несколько метра Складок зданий Выложили Андрюх Присылай скрины Я поржу Это весело Спасибо тебе Так Смотрите Они говорят Что их задолбала Жрачка Из В общем Этих Насекомых Поступает все больше Жалоб касательно еды Для общественного покоя Необходим разнообразный рацион Я боюсь Дед В этой вот В колпаке Я ссу Про фермы Понимаешь Мне кажется У меня лед закончится И все Понимаете Я просто за лед переживаю Нельзя тут как в космосе Сделать проект здания Все расставить И передвигать потом Нет Тут нету планирования К сожалению Нету Ну я не буду им обещать Конечно Потому что пошли они в жопу Но на самом деле Я тоже призадумался Если бы я был Людишкой в этом В космосе Я бы наверное тоже бесился Потому что мне дают Сраных насекомых Вон посмотрите Это же даже выглядит Отвратительно Как их выращивают Какими-то лопатами Там выковыривают их Может правда Попробовать ферму построить Но сейчас считать придется Понимаете Вот прям Ну придется Я вам точно говорю То есть если ферма К ней должно быть Подставлено до 9 пашин А она Раз, два, три, четыре, пять Шесть блоков Вопрос только Как можно эти пашни К ней подставлять Они 4 на 4 Насколько я помню То есть если ферму ставить Не знаю Вот эти две убрать Например Ну например просто Давайте убирайте их Все равно у нас с едой Нормально пока Да? Да Здравствуйте Мне тоже не нравится Линейное и ограниченное строительство Искусственно занимает Игровой процесс И большое время на строительство Интересно А она хоть не сильно короткая? Кто игра-то? Слушай, ну Я довольно долго уже Долблюсь в нее Поэтому я не думаю Что она прям короткая Так На печеньке Опробовать саларгии не будешь Там вроде обновили Че-то Да пока нет Наверное гека Я пока бы в эту Вот эту потеребонькал Мне прям Что-то интересно посмотреть Сейчас Ой, слушайте Забыл самое важное Мне же нужен завод По растопке Вот Ледоплавильная станция Вот такая вот штука Работает там Собственно 10 человек Жрет 10 энергии Жрет 2 процессора В общем Все есть В принципе Для этого здания Но вот опять же Его надо как-то Ну его наверное Можно жопой К этой стенке Ставить Потому что Видите Здесь надпись Сектора Она мешает С другой стороны Если я поставлю его Вот так Там можно будет Поставить склады Для льда Ладно Давай так Все Ладно Все Спокойно Я пробую Я пробую Здесь будет Склад для льда Вопрос А там вода и лед Это разные вещи? Вот Вот лед Да? А вода есть тут? Нет? Есть водород Я не понимаю Короче Немного А в чем вода-то Хранится? А? Ладно Короче Видимо Ни в чем Ну окей Да Ферма у нас В приоритете И теперь Мы значит Должны Поставить Здесь еще Один склад Для того Чтобы у нас Была переброска Льда Да? Есть какой-то лишний У нас тут нет? Да в общем-то Все нужные Я вот прям Смотрю Нету лишних Складов И дырки тоже В общем-то Нету у меня Чтобы склад Туда воткнуть Вот разве что Только здесь Ну нет Нет Только если Рвать дорогу Если рвать дорогу Короче Не буду париться Поставлю его сюда Здесь у нас Будет храниться Лед Вот И мы Сразу же Ну когда построится Скажем что там Ноля А там Сто миллиардов Льда И нам надо сюда Переставлять людей Здесь еще Четыре человека Будут работать Уже сверхурочные Подъехали Здесь сверхурочные Здесь оптималочка Можно перевести Десяточек Людей Во второй сектор И давайте это сделаем Давайте переведем Десять рабочих В сектор 2 Кошмар вообще Про энергию Не пропусти Скоро уже Ну вроде хватает Смотри Это десятку жрет Это Черт Минус один уже И плюс склады Ох Говно Ладно Строим У меня уже У меня уже Хватит Да Вроде хватит Ладно Все строим Строим еще одну Солнечную Панелечку Пока ресурсы есть Мы их вот Возим активно И нормально А наша лаборатория Продолжает вырабатывать Исследования Так что в целом Все нормально Что ты достроилась Не достроилась Почему завод Почему завод Который переплавляет Всего лишь лед Выглядит как Гребанный Огромный Сердовой Элеватор Чего там его Плавить то Я не знаю Подыши на него Будет лед Соларгейн Выбесил Непонятно Вообще Ничего Если играешь В первый раз Это нормально Галыч Это нормально Так Это что такое Домик Вот этот Значит Она Девять клеток А Серьезно А А сюда можно Наискосок Нельзя Короче Походу Ферму то я не так Постал Надо было сначала Я просто не знаю Как ее распределять Но вот типа Видите Я могу вот так Сделать А и они еще Друг другу Подставляются О Может в леду Плавильни топить Замороженных людей На выходе Вода и люди Нормальная тема Так Это я сколько Постал Восемь Она говорит что Максимум девять Ну я думаю Восемь Будет восьми Достаточно Потому что Сюда например Можно поставить Дом Чтобы не терять Место Где дом Население Вот такой Смотрите Как хорошо Влезает Да Хотя Если бы он Еще был углублен На один блок Было бы вообще Идеально О И здесь Вот у меня Тоже мертвое место Получилось Вообще Мертвое место Блин Лед вообще Можно возле Столеплавилки Поставить Он и растает Хе-хе Да Тоже кстати Вариант Я не понимаю Зачем Огромный завод А можно мне Вот эти штуки Отменить Это что я сделал А во Я хочу Немножко Другое расположение Попробовать сделать Я все таки Вообще не там Поставил Эту херню Да Вот видите Вот видите У меня У меня Это началась Херня С уничтожением С перестроением Вот Это конечно Грустно Очень сильно Мы ее поставим Вот так Здесь вот Будет дорога А дальше Я уже Попытаюсь Что-то рассчитать Завод Тем временем Уже готов Здесь у нас Хранится Лед Вот И Здесь уже Хранится Лед Ну в смысле Не уже Когда нибудь Будет И надо Пацанам Говорить Что ребята Начинайте Возить Начинайте Возить Лед Насчет Пятнашек И алгоритмов То только Перебором Можно найти Оптимальную Расстановку А с помощью Математики Доказать Что она Есть Обычно Пишу Ботов Или алгоритмы Когда играю Тут никак По этому Интерес Ну блин Это вот На вкус И цвет Короче Слушай Я такой Я не люблю Я люблю Вот играть Я люблю Играть Я не хочу Сдавать Диссертацию Понимаешь Я люблю Играть Очень хочется О смотрите Вода появилась Это ты меня Приглашаешь Их посетить И потерять Экипаж Да Ну я знал Что ты так Хочешь сделать Со мной Я знал Так Так Сверху Справа На карте Есть еще Планета Сверху Справа А вот здесь Да Но это чтобы Маневрировать Чтобы вот эти Рейсы можно было Забирать Наверное Это наверное Для этого сделано Вот она Да Вот эта планета Но нам Чтобы до нее Добраться Нам нужно Пролететь Сквозь это Вонючее Облако Да Там куча Рейсиков Ну где Здесь нихера нет Я не полечу туда Ни за какие ковришки Я там потерял Столько кораблей Что даже вспоминать Мне больно Об этом Ох да Ладно Господа Думаю Пришло время Прерваться У нас в целом Все пока Неплохо И доверие есть И прочность есть И даже Вроде скоро Лед будет И я буду Расставлять Зерновые хранилища Теплицы И всю остальную хероту А пока что О Переутомление Еще есть А потом Ты еще Желуешься На людишек Которые То хотят Улетать Из солнечной системы То скучают На их глазах Сейчас То застраивается Сектор зданиями То сносится К херам Они тоже Наверное В шоке Но Но заметь Пластик Я так не делал В самом начале Я же нормально Все строил Как построил Так и стоит Особенно В первом Трай Это сейчас Я уже Так сказать Знаю Как все работает Ну ладно Пришло время Прерваться Короче Это и папу Будем покушечки Продолжение следует... Продолжение следует...